Власть в какой-то промежуток времени давала искусству, культуре дышать свободно. С чем связано, что она показана была впервые в Питере, а не в Москве? Мне кажется, во-первых, у нас город не так активно принимает искусство в себя. Все приходят и говорят, боже мой, какая прекрасная выставка, как много нового мы узнали о русском искусстве. Мне кажется, наша выставка является таким введением в кинетику. Всем привет! Вы смотрите канал Art Channel, а меня зовут Настя. Сегодня мы находимся в Третьяковской галерее, где проходит выставка «Лаборатория будущего. Кинетическое искусство в России». Мы решили встретиться с куратором этой выставки Юлией Аксеновой, с которой мы поговорим сейчас о кинетическом искусстве и о выставке в целом. Юлия Аксенова – искусствовед, независимый куратор, выпускница факультета истории искусства РГГУ и Международной школы кураторов в Амстердаме. Работала в отделе новейших течений Государственной Третьяковской галереи, являлась директором образовательных программ и куратором музея «Гараж». На данный момент является членом экспертного совета Московской международной молодежной бейнале. «Здравствуйте, Юлия. Расскажите, пожалуйста, для людей, которые собираются посетить выставку, что такое кинетическое искусство и как его понимать?» «Кинетическое искусство – это направление в искусстве XX века. Оно появилось в середине XX века, в 50-х, 60-х годах. Одновременно в разных частях мира – это и Южная Америка, и Северная, и Европа, и Восточная Европа. И это удивительно, что и в России одновременно возникло это направление искусства. И в основе его идеи лежит движение, трансформация, изменение как объекта во времени, как физическое, так и самого процесса его восприятия. На выставке вы можете увидеть, как статичные произведения искусства, в основном это работы в так называемом направлении об-арта, которое работает именно с визуальным восприятием. Оно очень активно воздействует на глаз, и вам кажется, что плоская поверхность вдруг приходит в движение, то есть создаётся такое психоэмоциональное восприятие, воздействие психоэмоциональное очень активно на глаз. А с другой стороны, очень много объектов, которые действительно движутся во времени, в пространстве, кинетические некие модули, инсталляции, есть некие архитектурные модели, то есть, в общем, довольно разнообразное представлено, всё искусство представлено в таком разнообразном его виде. А в каталоге выставки вы написали, что кинетическое искусство не очень исследовано в России. Почему так сложилось? Ну, действительно, вы будете читать какие-то исторические работы, посвящённые вообще развитию российскому искусству, начиная с авангарда до последнего времени. Искусству кинетическому буквально 2-3 листа посвящено, и оно описывается как, с одной стороны, довольно декоративный такой элемент, с другой стороны, это искусство, которое немножко такую маргинальную позицию занимает, да, оно сосредоточено на таком, так скажем, дизайнерском аспекте. Это всем известно, что художники-кинеты занимались оформлением окружающего пространства, среды, архитектурой, дизайном, выставочными проектами. Поэтому оно как бы немножко вдали от такой социально-политической проблематики, да, которая очень активно исследуется нашими историками. И, в общем, оно немножко недолюбленное с той точки зрения, что оно, с одной стороны, немножко кажется коллаборационистским, да, оно сотрудничало с властью, искало там поддержки, выхода в реальное пространство, и у него отсутствует такой очень активный критический потенциал, да, как там концептуализм или соц. арт, как искусство 90-х, да. И вот, мне кажется, именно поэтому это искусство немножко было маргинализировано и не очень хорошо исследований. С другой стороны, вот этот научный исследовательский потенциал кинетического искусства стал, мне кажется, набирать актуальности именно сегодня, да, когда современное искусство сосредоточено не только там на политическо-социальных аспектах нашей жизни, но больше увлечено именно новыми технологиями, цифровыми технологиями взаимодействия искусства с искусственным интеллектом, да. Сегодня это стало очень актуально, поэтому мы возвращаемся к искусству 60-х и 20-х, когда это казалось невероятно актуальным, и художники действительно проделали огромную исследовательскую работу, создавая свои произведения. А это только русские исследователи не интересуются этим вопросом, или за рубежом тоже это не очень актуально? Именно русским искусством и вообще кинетикой. Кинетика довольно хорошо исследована и феномен, именно в международном контексте. Прошло очень много выдающихся выставок, посвященных кинетическому искусству. Одну из таких, вот, я видела в Гранд-Пале в Париже, она путешествовала по всему миру, это невероятной красоты, масштаба и мощи воздействия. Выставка такая, действительно охватывающая весь земной шар, туда входили работы, там, сделанные в начале 50-х, и самые актуальные последние произведения. Ну вот, именно российский феномен, он как бы не очень интересен. Мне кажется, по той причине, что, с одной стороны, нет именно местного такого исследовательского потенциала, с другой стороны, все мы собирали по крупицам. Многие вещи пришлось именно воссоздавать заново, реставрировать, что-то сделать, некие реконструкции тех работ, которые уже давно перестали существовать. Не так много вещей осталось. Поэтому, мне кажется, наша выставка, она является таким введением в кинетику. И чем больше мы занимаемся этим материалом, тем больше нам кажется, что огромный пласт искусства еще недоисследован и недорепрезентирован. А скажите, пожалуйста, эта выставка была показана в питерском манеже, а с чем связано, что она показана была впервые в Питере, а не в Москве? Питер, собственно, стал местом, из которого выходил запрос на эту экспозицию. То есть, они были увлечены этой идеей, верили в нее, и, собственно, попросили сделать эту выставку. А есть такой момент, что она будет показана за рубежом? Мы мечтаем об этом. И все делаем, чтобы обязательно ее показать. Потому что и руководители институции, и просто историки искусства, и руководители иностранных институций, все приходят и говорят, ой, боже мой, какая прекрасная выставка, как много нового мы узнали о русском искусстве. Это же какая-то совершенно новая траектория развития искусства. Мы об этом не знали. Поэтому, и она визуально невероятная, мне кажется. И привлекательная, очень яркая, и самое главное, понятная. Тебе не нужно очень глубоко вникать в социально-политический контекст этой страны, чтобы понять вещи, которые здесь представлены. Мне кажется, это одно из главных достижений этой выставки. И это дает нам действительно возможность показывать эту экспозицию за рубежом, не сильно напрягаясь над неким текстом, который предшествует выставке. А как вы думаете, какой стране было бы интересно показать эту выставку? Да, я не знаю, мне кажется, она настолько интернациональна и абсолютно считываема сегодняшним именно зрителям, который все прекрасно понимает и владеет этим инструментом понимания, с одной стороны. А с другой стороны, вы знаете, очень много вещей, про которые сложно говорить, именно по той причине, что они работают на неком глубинном уровне восприятия. Это геометрия, это математика, это те инструменты, которые являются уже частью нашего сознания, с помощью которой мы познаем этот мир. И поэтому в любой стране. Почему вы остановились именно на таком названии выставки? Знаете, потому что это действительно, вот если ты рассматриваешь феномен 60-х годов, непосредственно кинетов, да, такой небольшой, в общем, пласт нашей культуры, он, как мне кажется, вот именно в активной форме, да, существовал незначительный промежуток времени, там, в район пяти лет, когда художники и ученые были вовлечены в общее пространство, в общемыслительный процесс, когда они генерировали какие-то идеи, которые и искусство касалось, и науки. И это действительно было поле эксперимента. И на выставке очень много представлено работ художников, которые были и инженерами, и программистами, и конструкторами, и работали на дизайн, архитектуру, конечно, и космическую область обслуживали. Поэтому здесь нет сомнений, что это действительно лаборатория, которая, с одной стороны, существовала и в начале века, когда авангардистские практики занимались именно исследованием новых возможностей искусства и обращались напрямую к научно-исследовательскому дискурсу. Это тоже происходит и сегодня. Очень много представлено работ молодых художников, которые настолько увлечены достижениями последних лет, научными, технологическими. Поэтому всё это нам позволяет полным правом назвать нашу выставку лабораторией. А выставка поделена же на четыре лаборатории, да? И вы можете назвать любимый какой-нибудь предмет искусства из каждой лаборатории? Я просто ненавижу этот вопрос и никогда не называю. Вообще, мне кажется, самое главное в выставке, как, если ты делаешь большую коллективную экспозицию, не монографию, как работают объекты друг с другом, в каком напряжении они существуют. И, конечно же, вот успех этой выставки, именно благодаря этому осуществился. Вы вдруг входите, видите одну работу, да, она прекрасная, интересная, сразу у вас взгляд уводит на другую, третью. А в какой-то точке вы вдруг видите удивительные взаимосвязи, которые существуют между первой, второй, третьей, четвёртой. Вдруг у вас всё это входит в какое-то единое поле такого интеллектуального напряжения. И это действительно ни с чем не сравнимое ощущение. И тебе кажется, что, в общем-то, выставка сама сложилась, и работа существует вот, сами по себе находятся в неком диалоге. И это вещь непредвиденная. Её невозможно никогда предсказать. Даже если ты точно чертишь экспозицию, знаешь, что здесь будет одно, другое, третье. Ну, в пространстве воспринимаешь всегда всё по-другому, в реальном пространстве. И если вдруг у тебя возникает такое ощущение удивления, возникает, да, от того, как, в какой ситуации находится работа. Ведь до сих пор вот мы ходим и удивляемся. Боже, посмотри, вот раз, два, три, посмотри, какой интересный ракурс создаётся, как вот эта графика с этой конструкцией из разных времён пересекаются, да, авангард, современная, 60-е. И какие-то вещи, которые казались не очень понятны, не очень хорошо себя раскрывают, именно вот в контексте вот этого пересечения начинают работать очень здорово. До нашего интервью мы попросили своих подписчиков задать вопрос, и вот одного из наших зрителей поступил вопрос, представлено ли на выставке первое кинетическое произведение и сохранилось ли оно вообще? Знаете, существует несколько версий, что такое, какое кинетическое произведение является первым. И есть работа, электропечь, такого художника начала века, Пруссахкова. Она, в общем, является самой ранней кинетической работой у нас на выставке. Это действительно был некий объект, который находился в движении. Сейчас он именно в статичном таком представленном виде, к сожалению, да, потому что вещь очень хрупкая, старая, но это, пожилая, самая ранняя работа. Как вы уже сказали, кинетисты, художники не противостояли государственной системе, да, даже выполняли государственные заказы. И вот у меня возник вопрос, влияло ли это на свободу их мышления и ограничило ли их в чем-то или нет? Мне кажется, это вот почему возникло кинетическое искусство, и они добились таких очень существенных результатов, именно потому, что власть в какой-то промежуток времени давала искусству, культуре дышать свободно. И это искусство, которое не противопоставляет себе власти и не говорит на его языке. Действительно, художники были увлечены идеей реализации проектов именно в социальном пространстве. Делать что-то для людей, естественно, для существования этого искусства в реальной в социальной среде, в городе, на выставке. Это было искусство открытое, позитивное, приглашающее всех участвовать в этом процессе. И до сих пор меня поражают работы, которые были сделаны группой движения на Дворцовой набережной в Питере. Это выглядит невероятно актуально, даже сегодня. И по тем временам это была вещь суперпрогрессивная. И мне кажется, благодаря вот этой свободе, это искусство и было так окрылено. И ни с чем не сдерживалось абсолютно. Полет фантазии даже у современных молодых художников вызывает удивление и не перестает поражаться масштабу их мыслей. А известно, как реагировали современники на произведения киноэтов? Ну, мне кажется, я не читала отзывов, но мне кажется, если меня и моих современников выражают какие-то вещи, которые были документально сейчас доступны, да, оформление выставок, некие представления, которые там осуществляли, например, группа Прометеи, да, связанные со свето-музыкальными какими-то шоу, кибернетическое искусство, да. Вдруг искусство приходит в движение, оно становится очень масштабным, оно очень активно воздействует на тебя. Я думаю, что это очень сильно должно было затратить людей. То есть не было никаких критических статей? Вы знаете, больше я не видела критических статей, вот больше позитивных. У нас представлены некие материалы документальные, там вырезки из каких-то журналов, подксиренные, конечно, газеты. Очень позитивный такой отзыв на то, что делали художники. А получается же, что художники рассуждали о будущем, да, в своих произведениях? Конечно, да. И вот у меня тоже родился такой вопрос. Будущее, которое мы видим на выставке, оно уже наступило или это наше будущее в том числе? Знаете, у нас есть такой удивительный фильм, он был снят в 67-м году, называется он 2017. И это, в общем, анонимного художника, диафильм. Он такой пропагандистский, там, безусловно, есть некий политический контекст, но это будущее, которое было описано, сколько получается, 40 лет назад, да, или даже больше. И там действительно очень много пересечений с тем, что мы имеем сегодня. Какие-то светскоростные поезда, удивительная архитектура, которые, там, люди, перемещающиеся, естественно, с планеты на планету, на специальных удивительных каких-то приборах летательных. В общем, это то, о чем мы, наверное, сегодня продолжаем грезить. Отчасти, отчасти, конечно, мы живем в этом будущем, безусловно. А как вы считаете, существует кинетическое искусство сейчас, или оно переросло уже какой-то в другой формат? Ну, вы знаете, конечно, вот такого чистого явления, как кинетическое искусство, но оно просто продолжает, идея, кинетизм начинает, продолжает развиваться. Ну, принимала одну форму в 20-х, а в 60-х она принимает другую форму, и сегодня оно просто уже трансформируется в связи с тем, что происходит сегодня в мире. В связи с тем, просто кинетическое искусство всегда уличено было научными технологиями, взаимодействовало с ними на том уровне развития, когда это было, в общем, в одной фазе, в 20-х, в 60-х, в другой, и сегодня мы имеем совершенно новый какой-то виток развития, и он будет, естественно, и дальше каким-то образом повторяться и развиваться. И поэтому, если мы возьмем работу Димы Морозову, да, это, с одной стороны, кинетика, с другой стороны, это и вещи, которые с искусственным интеллектом взаимодействуют, и с цифровыми технологиями, то есть с самыми передовыми таким научными направлениями сегодняшнего дня. А скажите, пожалуйста, из каких музеев собрана выставка здесь? Знаете, музеев и частных собраний очень много. В основном, это коллекция Третьяковской галереи, это коллекция Питерского городского музея, мы брали у них Матюшина, и точечно нескольких музеев. Ну, так вот я не вспомню. А зарубежных нет, да, только российских? Нет, нет. Ну, в условиях, конечно, сегодняшнего дня, что-то везти зарубежа было невозможно, ну, и потом, конечно, сильно увеличивает бюджет экспозиции. Очень много, вы знаете, с частных коллекций, у самих художников много вещей брали. Ну, вот такая историческая, наверное, часть, конечно, Третьяковской галереи дала. А известно, что кинетисты, они же оформляли городскую среду, да, и, то есть, ну, наверное, нельзя назвать нынешнее городское оформление кинетическим искусством. Совсем нет. Да, просто чтобы вот зрители понимали этот момент, потому что вот в каталоге можно прочитать, да, и подумать, что всё городское оформление, это теперь, вот как понять, что искусство, что нет, вот что чисто кинетическое искусство, что не является искусством. Ну, мне кажется, первое, понятно, что это движение, да, если объект вращается, движется, там, колышется, да, дуновение воздуха, да, это кинетическое искусство. Другое дело, что это может быть просто часть дизайнерского оформления, и это всё буквально там и рекламные какие-то вещи, да, это же очень много того, что когда-то сейчас считалось вот таким элитарным аспектом, находилось там на передовой именно в искусстве, сегодня уже, собственно, является частью нашего окружающего пространства, да, мы к этому привыкли. Если там написано, а художник Иванов кинетический объект, он движется, то, да, это кинетическое искусство, наверное, так я бы определила. Ясно, то есть, если кто-то признал, что это искусство, то это... Да, оно, конечно, должно быть авторизировано. То есть, самому это невозможно сделать? Оно должно быть авторизировано. Понятно. А где можно, ну, логичный вопрос после этого, где можно встретиться с кинетическим искусством вне музейного пространства сейчас? Я не очень хорошо знакома с такими сочками. Мне кажется, во-первых, у нас город не так активно принимает искусство в себя. И это очень какие-то точечные вещи, сделанные там в парке Горького, там на набережной. И, честно говоря, вот у меня в голову ни одной работы кинетической не приходит. Но очень хотелось бы, конечно, чтобы... А в каких музеях можно посмотреть кинетическое искусство? В российских? Да. Я думаю, что кроме Третьяковской галереи, особо вы это больше нигде не увидите. Потом, если раньше у Третьяковской галереи вот такой был целый этаж отдан под историческую такую ретроспективу, где все объяснялось, и там был раздел, как правило, посвященный кинетизму, то сейчас и этого особо нет. Поэтому ловите момент, приходите, смотрите, восхищайтесь и узнавайте что-то новое именно об этом, потому что пройдет какой-то момент, мне просто ужасно жалко, что вдруг это растворится опять, и мы не будем иметь такого свободного доступа к этой точке. И последний вопрос. Три причины, почему надо посетить эту выставку? Первая причина – это то, что выставка необыкновенно красивая, она вот погружает в такую среду мечтаний о будущем, о том, как это было когда-то и как это может быть в новом, я не знаю, столетии. То есть она, безусловно, вдохновляет вас проводить какие-то параллели с разными временами и пространствами. она невероятно красивая, она здорово энергетически вас заряжает. Вы можете взаимодействовать с работами, они все светятся, мелькают, переливаются, сдают удивительные звуки. Что-то вы можете трогать и ощущать вибрацию. Поэтому приходите еще с детьми обязательно, потому что, мне кажется, наша выставка должна быть понятна абсолютно каждому на своем уровне. Если вы ученые, вам будет интересно посмотреть, как художники занимались математикой, химией, биологией. И если вы просто дизайнер, найдете очень много интересных новых дизайнерских каких-то идей, решений. А если вы просто человек, которому интересно что-то новое, то будет просто идеально. В конце каждого видео мы устраиваем конкурс, в рамках которого мы разыгрываем призы. В этот раз мы решили разыграть каталог выставки и два билета на выставку лаборатория будущего кинетического искусства. Расскажите о своей самой интересной встрече с кинетическим искусством. Может быть, вы видели какие-то произведения уже в Третьяковской галереи или на других площадках. Самые интересные комментарии под этим видео мы выберем 15 апреля. Два самых интересных комментария. И вручим долгожданные призы, каталог выставки и два билета на экспозицию. Тогда спасибо вам, спасибо! Субтитры создавал DimaTorzok